Вот всем известно, да, что эти двое прекрасных господ, они прирожденные душители, и вот сейчас, пока шел этот рекламный ролик, мне Дима, Light of Heaven, предъявил за мою отводку, сказал, что типа, а-та-та, ты не совсем прав, а в итоге оказалось, что я прав. Короче, ты меня разнес, красава. Так в смысле? В смысле, до ноль. А, нормально, хорошо, окей, в итоге прав Митяй, ну все. С этого надо начинать, в следующий день, отлично. По дефолту, да, все отлично, действительно. Так, какие-то вообще светлые моменты со стороны Прайс, помимо этого забранного Рошана, были, есть ли что-то, на что мы можем опереться, посмотреть, посмотреть, так и сказать, ну вот тут они молодцы. Смотри, мы смотрели сейчас 15 минут драфт, 30 минут игру, то есть было 45 минут непонятных действий, которые тяжело охранить, как доту. Так нет, ну стоп, драфт ты сам сказал, был неплохой. Да, и на полпальчика я бы даже не поверил. На полпальчика? Да. Так. Потому что на все остальное тело я был за Немигу. Почему ты показал на Диму, когда сказал... Потому что Димон сила, не Немига выиграла, не Немига сила. Сила к силе, это не как магнит, где положительный к отрицательному и так далее. Боже мой, ужас какой, ну ладно. Так, то есть все плохо совсем. Ну, как видишь, ну давай так, суммарно они сыграли, если на табличках покажут, допустим, это третья серия. Либо третья, либо четвертая. Давай я тебе скажу, они играли три серии, да, нет, это третья, все правильно. Это значит, вот третья, и вот первую, вторую я комментирую, третью я сейчас смотрю. Сейчас. И вот это суммарно, сейчас шестая карта, и все они были вот крайне ужасны. Понимаешь, в чем проблема? Да, все правильно, вот я нашел, короче, приз играли против Flight to Moon, 2-1, выигранная серия. 0-2 Шер, 0-2 РАВ-78. Значит, это четвертая, первая я не смотрел, получается, в лаве. Так вот, это было просто хошмарно и ужасно. Вот я к чему, собственно, подвожу всю эту историю, всю эту стираду. Ну, сгладь углы-то, а то я все как не зайду в... Герои хорошие. Я как не зайду в соцсети, как не выйду в медиапространство, везде вижу, ну там, типа, уберите школьника с ведущего, но не об этом, везде вижу. А что, Митя и Лост, типа, всех только все время поливают из ведра просто. Ну, там, давай, может, как-то помягче. Ну, нет, вообще. Смотри на это лицо. Мужчины. Ну, да, нормально. Крутые чуваки, делают дела. Да. Пришли играть в дот и побеждать. Смотри, значит, продолжаю логику их драфта, значит, там сейчас появляется Висп и Элдер Тайтан. Джиггернаут. Нет. Нет. А кто пятый был? Пак? Не знаю. Я знаю. Был пак. Окей. И он дал дремку на миллион. Так. Нет, я не от этого отталкиваюсь. Ну, давай, что общего у котла, Кеос Найта, Элдер Тайтан и Виспа? То, что все они фундаменталы. Вот. Молодец. Да, но еще все эти герои почти были на третьей карте Винта. Пятой карте Винта третьего. Окей, окей, хорошо. Слушайте, а вот по поводу Виспа, чё, где этот персонаж-то? Я просто, когда у вас был имп, вот я бегал там, развлекался как мог. Я делал все, кроме как смотрел доту, потому что твич в Китае заблокирован. Важный мой вопрос. Вопрос. Нет, стой, стой, стой. Я сначала свой задам. Что с Виспом? Вот он там играл, да, я слышал, он там у вас на мид ходил, что-то доту выигрывал. А, кто-то поменялся. Почему ты со мной на вы? Я с Дмитрием, с тобой, нет. Хорошо, но мне было не тебя. Боже, упаси. А, о, точняк, да, Дима, мы же с вами из одной лодки. Собственно, тогда перейдем на ты, получается? Получается, что так, вперед. Окей, нет, ну... Деритесь. Деритесь, нет, ну расскажи, что там с Виспом-то. Ну, в смысле, ему поменяли таланты, стал не таким темповым. Теперь это, скажем так, под какую-то определенную стратегию, какая-то хорошая команда. Вот у нас в словно ОГ брали его под тролль Варлорда. Тролль жмит ультимейт, вис присасывается, дает ему оверчардж. И он крутит настолько быстро и настолько больно. И пулемет там, да, разряжает. Ну, типа того, да, что там был герой, который, допустим, был в тосе Тинник, и он не приземлялся, или там в вторые секунки, но какой-то атакомент был, то есть с подъемом персонажа вверх, лифт Трубена, и просто стирало героя. Иногда это работает. Нужна хорошая стратегия, хороший исполнитель, и это не так просто, как это было до патча. Потому что до патча он очень быстро выходил в таланты, которые его сильно бустили. Замедление виспов, демидж виспов. И ты идешь, с виспов делаешь тараску за пару слотов, да, и тебя уже не взять. Бегаешь на фонтан. Из-за оверчарджа, который дает тебе демидж редакшн. То есть в конечном итоге на него нервы очень сильно повлияют, да? Ну сколько-то. Ну не то чтобы сильно, просто ты теперь включаешься, ну как сказать, у тебя был висп сильный на 15-й минуте, против которого ничего еще нет, чтобы его победить. Потому что ты берешь аганим, и у тебя висп пятый, с демиджом они просто разрывают. А теперь ты тоже самое делаешь, ну на 25-й минуте, из-за левела. И в 25-й у противников уже и хп есть, и регены, какая-нибудь там, Аркана, Лид, Тараска, что-нибудь там, короче, на реген. И тебе хватает здоровья. Ты можешь драться, ты можешь зайти и победить виспа. Ну окей, а виспа в традиционном его понимании сейчас не берет никто по тем же причинам, что герой сейчас слабый в целом. Или есть какие-то другие. То есть вот гирокоптер, я так понимаю, он больше не воспринимается как герой из этой связки, потому что он в кое-то веке стал достаточно самодостаточным. Ну смотри, раньше ты берешь этого виспа, потому что он дает герою что-то из того, чего у него обычно нет. Гирычу он давал скорость фарма, мобильность. Теперь вроде как там и таланты добавили, аганим вот это сделали, все прочее. Ему не сверстильно это все нужно. Берешь какой-нибудь хаус-найта, тоже ману ему заливает, но вроде как справляется, мангосы есть и так далее. Поэтому висп не сверх нужен, как саппорт сейчас, на фоне того, что нужно постоянно драться с первых секунд. А на первом левеле висп саппорт, что он может сделать, Димон? Ну деревья сломать, и зерно. По лицу может получить. По лицу может получить. А где у вас по лицу? Туда, куда он смотрит. Да? Да. А он в любую сторону может посмотреть, то есть бежишь туда, резко побежал туда, и он сразу туда смотрит. Ну он типа того. При этом не развернувшись. Нет, ну там есть какой-то полухвостик. Короче, там как-то можно это делать. То есть у него лицо 360? Да. Возможно. 360 лицо. Представляешь себе? Это как если ты снимаешь панораму, да, и типа крутишься одновременно. На секунду представь, что ты телевизор, у тебя такая диагональ. Так, изи. Да, я телевизор. Все, отлично. Димон, теперь поговорим с другим человеком в этой студии. Ну, пока Price Gaming не изменяет своим стандартам, они продолжают набирать гирокоптеры Рубена. Я скажу, что могу сказать, что гирокоптер в принципе был хорош, Рубен тоже много чего полезного по дракам делал, и проблема была в том, что, ну реально, просто один герой контрит весь пик, вот просто всех пятерых. Поэтому здесь желательно иметь второго хорошего кора под гирокоптера. То есть не Бристлбека, потому что Бристлбек, он как бы супертемповый, ему нужно быстро сносить. Если игра дотягивается, то там уже появляется и Сильверейджи, и некоторые герои просто начинают его хорошенько бить, некоторые герои и стана не упускают, и как бы его пиксилы падают. Поэтому здесь нужно просто взять нормальных героев, не знаю, как это объяснить, хороших героев. Это сложно, Димон. Вот мы с тобой иногда говорим про купея, что у него бывает синдром. Да. Когда вот он берет что-то вот такое и давит свою линию. Просто вот открываешь ESL, наверное, последние там 10 игр, там в любом драфте есть хорошие герои, берешь любого из них и побеждаешь. Ну так вот. Да. Вернемся к купеи на секунду. Бывает у него такое, что он тянет свою линию. В последнее время все режет. У этих людей такое бывает, наверное, последнее. А у скрина, вот знаешь, что-то типа непринятие меты. Если есть какой-то герой сейчас сильный метовый, его нельзя брать. Нужно победить другим героям, которые еще не метовый, но на самом деле сильный. Ну окей, давай я на защиту скрина встану. А что такое гирокоптер? Что такое Рубик? Да. Это все умирает. А потом появляется Бристлбек. Ты знаешь, это все... А что такое Бристлбек? Точно так же им играют, выигрывают. Все так, но не связано. Нет, им играют в определенных ситуациях. Ты не берешь героя просто так. Ты берешь его просто что-то, закрывая кого-то. Мы с тобой опять же видели матч с Flight to Moon, где четвертым пиком заезжает Разор до драфса противника. Был такой. Четвертого и пятого. И мы таки видим, кого-то собираешься сконтрить этим Разором. Да. Они такие говорят, ну не знаем, может кого-нибудь законтрим. И появляются два кора, которые он вообще ничего не делает. Или, допустим, мы видим драфты, где там мейденка появляется четвертый пик. Ого, сюда. Уважаемый герой. Чтобы не сказали мои коллеги, уважаемый герой, если игра дотягивается контроль БКБ, если игра дотягивается много ХП, может инициировать, может сэвить в хороших руках один из лучших героев ДОТ. Ну сейчас бы Пуджа не уважать, действительно. Буча, Буча уважения. Вот за Буча, респект. А еще он на этом Пудже Virtus Pro шатал. Вот. То есть Буча это уважение, однозначный респект. Он это Нонграта, да? Нонграта, да, построенная карта, у них серия была, две карты. На первой они взяли Пуджа, выиграли с ним, на второй не взяли, проиграли. Причем единственная, может быть, проблема в том, что рано начнут драться Немига Гейминг, и за счет этого Хаос Найта его будет быстро пробивать из-за того, что у него мало брони. Но если игра дотягивается, он там покупает броню, БКБшечку и что-нибудь еще, то он просто местит иллюзии Хаос Найта рутом. Особенно если он берет талант на рут. Это все так, но тут очень тяжело будет вивать из-за котла. То есть сейчас четыре героя, из которых только Гирич хочет убить Виллу Висп. Конечно. Но здесь очень много героев, которые хотят в это время убить самого Гирича. И будет тяжело, скажем так. Но Гирич живет. Ему под сейф нужен. Если он рубает БКБ, он живет. А остальных героев, в принципе, порвает. На 20-м Хаос Найта говорит нет. Рубен стоит сзади. Митяй. 20-й, 25-й, Хиксы. Эбисфилл. Хорошая история. Продолжай. Мы их помним. Я к тому, что Мидгейм. Ондайн поставил там вовсе. Он может просто стоять там и умирать в этом Виллу Виспе. Ему никто ни слова не скажет. Рубен стоит сзади, поэтому, скорее всего, он не подставится. Ну, Пуджи будет трудно, да. Как бы он фронтлейнер. Любому фронтлейнеру трудно. И берем два героя БКБ. Сейчас нужен хороший либо Корр, либо Мидлейнер, который развалит Хаос Найта, потому что гирокоптера недостаточно. При этом желательно, чтобы у него был контроль. У меня первая мысль Драгон Найт. Вот я смотрю на пик Немиги. Кроме Драгон Найта, Митяй в голову ничего не приходит. У вас есть идеи? Прямо, чтобы сильно разрывал Хаос Найта. Тяжело, но есть, например, какая-нибудь Темпларка, которая может линию попытаться выиграть. Я говорю, что нужен им контроль. Потому что иначе опять... 25-й, мой любимый. Да, да, да. Удар с МЛД. Хорошо. На башке. Потому что сейчас Эмбер Солид. Его... Вот опять Рубен. Один Тимплес. Давай пойдем от обратного. И дизмембер Пуджа, во-первых, долгая анимация. Эмбер Спирит почти всегда успевает уйти на Римнан. Во-вторых, Пудж он танк. И, скорее всего, его будут бить все, поэтому ему дизмембер будет дать нереально. И нужно... Есть, есть, есть герой. Так. Тайт Хантер. Мит. Против Эмбера. Ты все свое. Да, который сейчас придет, крутанет, выиграет линии, потом еще... И потом 25-й уровень, да и Далус, и он уже вертит, да, там, критки по тысяче. Ну, не, ну, 25-й это уже глубокий килограмм, я говорю, что у него есть контроль, может постоять линию, и он сколько-то контрит Хаус Найт. Мне нравится, да. Пудж он, пусть и не убивает Эмбера, но Хаус Найт будет закрыт до конца игры, и Хаус Найту конец. Без шансов. Как страшно это сейчас выглядело. Я прям, я прям, я прям представил. Ты прямо смотрел вот туда смотришь. Да, да, да. Хаус Найт аж отвернулся. Нет, Айдхантер в мид, Митя, это, конечно, все очень хорошо, но, по-моему, это просто звенящая пошлость. Не смотри так на меня. Спасибо. Не, я отказываюсь с ним вообще работать. Кто же тебя спрашивает? В этом-то и проблема. В этом-то вся проблема. Так, ну окей, ладно, давайте по-серьезски. ОД какой-нибудь можно? Может. Можно. Возьми любого героя, вот, вон, первая стилера. Снова гиро мид, можно свапать, что куда угодно, отправлять кого куда угодно и будет хорошо для Нимига. С Хаус Найтом будут небольшие проблемы, потому что он реально может засолить, но если Найк успеет одеться к нужному моменту, то у них очень крутой пик, у них реально почти идеальный баланс. И танки, и дизейблеры, и фронтлейнеры, и очень много дамага в лейте. Если бы Нимига были ТНС, они бы здесь вообще не играли, начнем с этого, потому что это СНГ лига. Во-вторых, они бы взяли Нигму вот под такую игру. Прямо против Рубена? Да, и они прям брали совсем недавно из расчета, что у тебя будут быстрые ауры, ты очень плотно давишь, и при всем при этом в любой ситуации просто дайбл холл в Рубена. И не парься. Но это не ТНС. Это не ТНС, это так, это Нимига. Но посмотрим. Ну какой-то герой, мне кажется, оффлайн им нужен, который будет с контролем, но при этом желательно брать не бестмастер, потому что он забанен. Да. Серега там предлагает Дарксир, звучит неплохо. Нет. Нет, щит под Эмберспирт дополнительный. Найкс нажимает рейдж, а в ту зал лупил Дарксир и... Так, продолжай. Это мне даже нравится куда больше, чем 25 лвла. Поэтому работаем по рейджу. Работаем по рейджу. Кто работает по рейджу? Нигма. Клок. Нигма. Ну, не, на самом деле Магнус еще, но он в бане. Снайпер. Оу. Ну, и спорж директор. Да, Гнус, тебе все интересно, потому что у тебя снайпер Хаус Снайд и Эмберспирт, кто-то из них пойдет в оффлайн. Хаус Снайд троечка. А почему круто, Дмитрий? Хаус Снайд троечка, потому что они, возможно, поняли, что здесь Хаус Снайд уже как-то немножко напряжена из-за гирокоптера, из-за пуджа. Если Найкс оденется, тоже будет тяжело. А если он будет на троечке, он просто будет идти вперед, давать станчик, а всех убьет Эмберспирт и Снайпер. И на 25-м, ну, даже чуть-чуть пораньше, ты можешь собрать, короче, агоним на Хаус Снайд и сделать много снайперов, которые просто убьют все. Ну, звучит грозно, между прочим, только он так не соберется. Короче, игру должен выиграть пудж, который попадет Хуком Снайпера. Если он не попадает в пудж снайпера, Поэтому еще пол пальчика и большой палец вверх за Донграду. Коэффициенты. Это все еще Бест оф Три, друзья, понимаете сами. Не, ну на бучу можно было дать и получше. Не, ну это не на карту, а на серию. Типа они выигрывают это, но и следующее. Ну, Немега просто хорошо играет. Будем честны, Немега играет гораздо лучше, чем Брайз. Давайте проверим, как все сложится на второй карте, друзья. Я напоминаю, что париматч на этом турнире дарит вам 100% бонус к первому депозиту. Подробности об этом вы можете узнать, кликнув на баннер в описании трансляции. Слово комментаторам вторая карта заключительной Бест оф Три. Да, внезапно на аналитике у нас все свелось к тому, что доживут ли ребята до 25-го или нет. Не знаю, почему вот эта вот цифра постоянно всплывает, но, как правило, крайне редко сейчас мы видим, что игры доходят от атаковала и так, когда все получают 25-е. За исключением там вот героев, которые могут быстро сноуболиться, какой-нибудь Темпларк, который быстренько набегал, там пощелкал опалением и набрал афрагов и экспы. Ну, будем ожидать, не жадный ли будет вот этот снайпер под конец. Почему я предлагал Дарксера? Потому что, во-первых, его ловить нечем. Там контроля слишком мало, и он будет себя чувствовать как рыбоводья. Ему что нужно собрать? Ему нужно получить этот левел и просто бафы собрать. А этот рейдж, ну, переждем мы этот рейдж, ничего страшного. Потом будем свои скилы кастить. А Эмберспирит как раз-таки при помощи щитов будет разбираться с другими персонажами. Посмотрим в любом случае. И, как говорилось, самый уважаемый герой у нас появился в доте. Это мистер Путш. Крайне редко мы его видим, но... Димон многого дает. Уважаемый герой. Чуть-чуть... Ну, нет. Это БКБ сатаником. Ну, ББ... Ладно. С БКБ сатаником согласен, он перегнул. Но то, что Путш самый уважаемый герой в доте, это он прав. Потому что дота всегда ассоциируется с пуджом. С уважением. С уважением, да. Герой малон! Герой малон! Как говорится, синонимы друг друга. Ну, ладно. Что ж, занимает позицию. Прайс уже внизу. Готовый, если что, подраться. С другой стороны, не мига на верхней линии также находится. На верхней баунте руни даже. И тоже готовы ловить кого-то. Знаешь, как неплохо расставили по лайнам, потому что у тебя ЦК-лина будет стоять. Ну, мощная линия на топе. Они будут хорошо гонять здесь лайфстилера. Соответственно, ну, Коттл, он просто вниз отправится и будет с Эмберспиртом стоять. Снизу тоже будет, ну, опять же, неприятная линия. Да, ЦК ничего нельзя сделать. Опять же, за счет того, что будет играть, скорее всего, ты должен играть, конечно, через хаус-трайк. По хп, по ласхиту тоже проблем быть не должно. Пробить его сложно, потому что у него хорошей статы, там армора хватает, чтобы вытерпеть. Ну, и поровну поделили баунти руны, да. И снизу котел должен, конечно, помогать Эмберу стоять. ЦК уже пошел вперед. Хотя регена много у него. Подлови здесь лайфстилера, который с пассивкой, скорее всего. Не, может быть... Бодиблок, крипов. Бодибег. Сюда перетягивается уже у нас скрин. Будет играть в этот раз на андайинге. Да, андайингом против милишника приятно мне стоять. И особенно вдвойне приятно стоять против силовика. В ласхилеру очень неприятно стоять, потому что вот Лина с этим варенжом сот, сколько, 70 у меня, по-моему, да, который будет постоянно разминать этого ласхилера с милишного рейнжа. И, ну, соответственно, хаос тоже. И прокаст есть самое вот это основное. То, что андайинг, он... Чем больше будет левел Лина и хаос, тем жестче он будет страдать. Постоянно будет умирать. Да, в миде тоже интересное противостояние получается. Герокоптер против снайпера. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого. Здесь, кстати, уже напрягает на муград. О-о-о-ой-ой. На ло-хп остается Путш. Тратит в пласточку на реген. Хорошо, так вперед пошли. Отогнали. Да, конечно, Путш не самый такой армированный герой. Точнее, самый неармированный. Ну, в принципе, как и тени на начальных ловелах. Поэтому ему будет сложновато там стоять. Скрин уже без манки. Что у него там вообще по мане? Есть у него кларки или... Ну, кларетчик уже пошел. Да, ман это нет. А, нет, все, печально. Это... Больше дикей не поспамишь. Да, снайпер, мы видим, те времена две ракеты забрал уже. У герокоптера это целых сто золотых. Неплохо. Ну, и ласкетить очень хорошо начинает уже на 8 на 1 мидер командами мига. Здесь у него старт в разы приятнее, нежели чем в прошлой игре. Но все снайперам любят поиграть как раз-таки через первую-вторую. Именно баши, макси, сейчас все страдают. Перестали брать этот рейндж. Да, я вот отмечал в прошлый раз, когда мы снайперы видели. Ой, это фейсблат. Это фейсблат, да. Отмечал не раз, что, как правило, на первом левеле берут хэдшот, потом берут в единичку рейндж-атаки, потом макси, шрапнель. Многие так играют. Вот сейчас многие полюбили играть именно через максиный хэдшот. Многие берут. Ну, опять все лайны проигрываются. Опять у тебя меложил, он просто нефрита в миде уничтожает без каких-либо проблем. Ну, на прошлой карте, понятное дело, там при помощи тени это было. Ну, опять же, мидл будет выигран, скорее всего, потому что снайперу нельзя так фейсблат отдавать сверху. У тебя товарищ Скрин пришел без какого-либо мана-регена, он просто потратил свеки. А, веточка. 1-1. Окей. Загулял, видимо, снайперы, его за это наказали сразу же. Так, что, ситуация выровнялась по мидерам. Причем 438 голды. А тут внезапно в сложной линии, точнее в легкой линии лайфстиллер забирает майн-кэрри. Вот так вот, без помощи, а Скрин ничем помочь не может. А да, почему? Потому что он без маны. Он без маны, он там занимается отводами, что-то подфармливает в лесу. И получается, по факту, лайфстиллер стоит один против двух персонажей на линии. Так нельзя приходить на лайн. Вот это самая главная ошибка. Кто будет играть, кто у нас игрок на андаинге, кто у нас любит поиграть на андаинге. Никогда не приходите без маны. Вы кидаете 4 дикея, 5 дикея и все. Да мы неоднократно даже видели, как играют на андаинге. Ты выпулил всю ману, пошел под чужой Т2, задинаился и быстрее вернулся фуловым на базу. А тут что мы видим? Скрин пешком идет на базу. Опять не покупается никакого регена. Взял вижен и будет возвращаться обратно. А в это время кэрри избивают, да. Плохо. Лайн можно было намного лучше сдать. Да, но, конечно, ласкит у Фоззи, стоит отметить, очень хороший. 15 на 5 он, конечно, имеет, но вот смерть его была абсолютно лишней. И ее могло бы не быть хорошей. Да, он здесь вернулся. Да, у него сейчас 420 маны. Дикеев можно покидать много, но... Но как бы легче от этого лайфстилера не становится. ЦК тоже там нагоняет потихоньку. Внизу там очень битый сейчас Фервиан. Может его найти Нонграда. Пытается, пытается как-то ртом подцепить, но нет. Далековато находится котел. И забрать его не удалось. Очередной Элиминейт. Привязочка. Погибает у нас Фервиан. Нонграда, прожалуйста, яки. Хорошо. Нет флэмгварда пока что у Зитракса. Амфистэ опасно. Неплохо. Все равно пробивает, Зитракса выгоняет. Вот. Хорошо. 2-2. Счет сравнался. И в этот раз соло фраг делает. Они там обмен любят. Ирактингоптер, да. В это время там бабла потрачена. ЦК хочет ее сломать. Дает стан. Чтобы не был соло рипа, я так понимаю. Неплохо. Денайдс. Нонград и здесь на линии. Да. Везде какой-то... Экшн происходит, да. 3-2 счет. У нас снайпер вырывается по ласхиту. Очень хорошо вперед. Плюс он сделал уже два фрага. Имеется шестой. Заряжает просто ультимейт. 3 в рейсбэндика. Дальше ПТшечка. Статов много. Все хорошо. Внизу. Кубки попадают. Раскачка неплохая теперь у снайпера. Это самая дефолтная, о которой мы говорили. Перешрапнель? Ну да, шрапнель. Раньше единичка. Баш единичка. Да, да, да. Просто если ты стоял бы против какого-нибудь ОД, тебе смысла нет убрать там Ассасинейт, потому что он в Астрал себя спрячет всегда. И ты там играешь через первую-вторую. Я пытаюсь вспомнить, по-моему, Вич играли со снайпером. Против кого он стоял. Там как раз был замакшенный хэдшот. Но там бой очень сильно контрил. ОД. Очень сильно контрил, потому что там без шансов снайпер перелосхитил. Так, у нас Зитрекс. Привязал двоих. Нужно бежать. Но он град-то набегает. Нет, по Тауру же никак не ворваться. Плюс хук был потрачен. Неплохо лайн свои стоят. Да, прогоняют Эмбера. Эмбер не дофармливает явно. Пока что полторы тысячи нетворс. Имеет примерно столько же, сколько и пудж. И у Зитрекса есть определенного рода проблемы. Но это компенсируется тем, что у ЦК на линии все просто замечательно. 2-2 сейчас имеет. Вот, и также и мистер снайпер топовый нетворс. 3-100, 3-200 даже уже. Гирокоптер только 2К практически взял рубеж. Ну что, ночь на дворе. Лина все еще помогает здесь на лайне. Пытается харасить Фози. Скрин также все еще держится неподалеку. Но не видно, чтобы он спамил как-то ДиКей. Да, 4 силы отсутствуют. 8 теперь сил. Сюда протягивается Йоку. Сейчас у вас сразу будут проблемы. Будут ли? Да, конечно, будут. Есть замедление. Лина начинается прямо сейчас. Дает стан. Семсиков. Ну нет, понимаешь, что погибнет. Он своего хаоса спас. Да, ЦК улетает внизу. Внизу в это время также Драка. Привязали на Унграду. Есть иллюминает. И Фервиан забирает фраг. Отлично. Путж погибает. Моментальный колл, что Рубик на топе. И снизу мы делаем этот килл. Сразу моментально выходим. Никого не боимся. Ничего не боимся. У Нефрита здесь проблемы продолжаются. Снайперы на 1300. Коэффициенты тоже неутешительные для команды Прайс. 3.75 от нашего партнера. Не в их пользу. 1.25 на Немигу. Да, с фармом тоже не все. Так гладко хотелось бы. Геррокоптер будет, конечно, отступать в лес. Всего лишь 2 в Рейсбенда плюс обычный тапок. Ну тут уже, я так понимаю, стаками занимаются, да, тиммейт. Правда, левый не получился стак, но да. Есть смок. Возможно, под смок удастся выйти сейчас забрать какого-нибудь снайпера. Но снайперу вроде как на помощь, если что, может прийти. Котл сейчас все разревили. Есть. Посмотрим, увидел. Увидел. Увидел, да, и уходит. Какой же тайминг? Вот просто. Я вот ненавижу такие тайминги. Ты вроде смог выходишь кангать этот мидл. Вопрос еще. Какой смысл идти вперед с Андаэнгу, когда, наверное, нужно идти Рубику вперед? Ну а что-то он может цеплять. Резонно. По-хорошему. Не совсем понятно. Ну, Грата надо на развороте тут забирать. Да, привязали его. И Хоуком он не попал. Иллюминейт. Стики поражал. Брейсер имеется. Есть захил. Здесь тамба от скрина. Ну, Зитер говорит, хорошо, я отступлю. Зачем тамба? Непонятно. Просто. Вопрос ребром. Чтобы наспамить миллион зомбей. Такое в итоге. С другой стороны, вроде бы как, подтягивались тиммейты. На топе в это время начинают избивать лайфстилера. Лайфстилер имеет ультимейт, если что. Ульты пока что у Астрала не хватает. Да, вот он как раз таки. С ней задолго драка у нас котла забирают. Есть Ассатинайт, но Грата погибает. Фраг забирает себе. С другой стороны снайпер. Что его еще ускоряет по фарму? Он уже 4200 становится. И это в плюс. Да, в любом случае в плюс. Ребятам из Немеги, потому что снайпер забрал. В ответку забрал всего лишь Undying kill. Тут тоже неприятно. Ну, вот эта стяжка от всех суппортов команды пресс-низ. Попытка там навести какой-то кипиш на нижнем лайне. И у тебя страдает вот керри. Да, мы видим статистику по фарму. По всем параметрам практически перефармливает снайпер. За исключением крипов на линии. Но за киллы, за ассисты, за нейтралов. Больше, конечно, к снайперу ушло. Ну, на 1500 он ведет. Да. Тут, конечно, все печально. Так, ну и ЦК. ЦК уже тоже почти 3000 имеет. Вплотную с лайфстилером идет. Получается, Core House Knight. Потому что пока что Эмбер все еще мало. На руках у него пока что по денежкам. Но потом, возможно, с драками на сноуболится и наберет свой Night Wars. Гирокоптер начинает чистить леса потихоньку. Дофармил себе, я так понимаю, до ПТ. Ему, по идее, должно лететь Нонграта. Тут довольно плотного пробили. Сейчас перезаряжать все будут скиллы Зитраксу. Да, очередные чинсы. И Нонграта погиб. Да, чины не сбивают. Снайбер тут на топе. Продолжение. Ну, хаос. Тут стоит от него ластилер отжирается. Он отжирается скрыто. Ну, да. Они друг друга не могут выгнать здесь. И помешать фармить тоже друг другу не могут по-хорошему никак. По крайней мере, один на один. Стоят и гладят друга. Да. Снайпер в это время также смещается немножко в лес. Имеется Мидас. Скоро появится ПТ. Но с другой стороны, да, почему бы и нет. По такой игре Мидасик — это крайне приятное приобретение для снайпера. Снайпер любит и скорость атаки. Плюс ускоряет его фарм. Да. И самое главное, подсказывает наш обсервер, это талант. Который позволяет прожимать этот Мидасик быстрее и чаще. Так, у нас тут драка. Есть Ассасин Эйд. Поскорина залетает. Иллюзии ломают Тамбу. Нет, по-моему, Тамбу заденайли. Или что это было? По-моему, заденайл Фози. Да, и Фози прогоняют. Не знаю, почему Чуза не испугался. Надо было прыгать дальше на Ондаинга. Забирать у тебя миллион иллюзий. Ничего бы с тобой не было. Да, за всю игру только одну Тамбу отдали. И тут забрал ЦК. Возможно, это была. Но мне показалось, что эту забрал именно. Нет, там была в начале игры. Примерно, когда он стенд дал в Ондаинга. А, ну вот. Да, и эту все-таки заденайли. Внизу нападение на Зитракса. Зитракс. Ой, фистами, конечно, помансил. Но все-таки погибает он. Там Рубик как раз тоже сворвал фисты и тоже в них исчез. Два персонажа сразу пропал с радара. В это время выход как раз-таки на ЦК. Летит ракетка. Успеет ли улететь? Да тут даже и без этого хватает урона, чтобы его просто забрать с руки. И это минус нефрит. Загуливать начали. Некомфортно отдаваться так. Надежда на снайперы получается. Да. Медасик надо прожать обязательно. Как можно быстрее. Да, эффективность страдает. Да. Проценты вниз уходят. Ну, сейчас нажмет на газ. Оп. На ранжевого. Да. Так, ну хорошо. ПТ приехало. То есть снайпер уже достаточно плотный такой. 6000 нетворс. Дальше интересно, что будет себе собирать. Какой-нибудь форстав, возможно. Пику. Ну, такое. Пика смотрится первым артефактом, потому что и лайфстиллер есть, и от пуджа приятно уходить, и тиммейтов спасать, ракеты летают. Ну да, да, да. Пика форстав. Ответный медасик появляется у лайфстиллера. Тем временем у команды Брайс тоже будет играть через этот артефакт. Но, в принципе, здесь ничего удивительного нет. Мы привыкли уже таких лайфстиллеров видеть. В смоке вышли про чужой лес, завардели его, и, возможно, выйдут в спину сейчас какого-нибудь Астрала поймают. Да, Йоку. Есть Аликинез. Нужно хукать. Нет, хукает в итоге котла. Да, в ЛОПС успел поставить. Есть еще и Блондик Лайт, а здесь уже и Снайпер. И вроде как не хочется драться. Но Грата получает Ассотина. Но Грата погибнет, скорее всего. Но Грата. Да, погибает. В это время крякает. Где-то Снайпер. Нет, но Грата заденайлся. Йоку расстреливают. Йоку тоже погиб. В это время погибает все-таки еще и Котел. Забирает его прайс. Но печально, что на Грату не забрали. Что он смог задинаиться. Йоку этот стрик набил. Доминейтинг себе с 4 киллов. И сейчас отдал Эмберу. Тоже неприятно. 438 голода там было. Нефрит тем временем пытается Мидл подпушить. Сюда уже телепортирует Флина. И вполне возможно он тут будет умирать. Хотя нет. Но тут команда рядом. Тут если что скрин. Ракетка заряжается. Ассасиней тоже. Но правда Лагуна Блейд. И до свидания. Все грамотно. Да. Зитрак здесь продолжает бегать. Уже Макшины. Конечно Фисты 4 левела. ЦК продолжает стоять на линии. Довольно битый Тауэр. Здесь кстати могут его забрать сейчас ребят с команды Брайс. У него по-моему Макшины Чайны и Макшины Фисты. Да. У него нет в моем Гварда вообще. Да. Из него играет. Из него играет. Что интересно. Денай Тауэр на топе сейчас будет. От этого уже никуда не денешься. Да. Тауэр Денай был. Все верно. Нельзя ни в коем случае его оставлять. Эмбер побежал вперед. Нашли Фузи. Привязали. Рейдж в КТ. Вполне возможно тоже никуда отсюда не денется. Хотя там есть Шрайн. Есть привязка. Есть привязка. Набегает он на ЦК. Тут еще и Стан Атлина залетает. Да. Без шанса для Йоку. Йоку тоже погиб. И начинает снова Боллица. Очень хороший отрезок был сейчас от ребят из Немиги. Неплохо они его провели. 25 демажей берет у нас Эмбер Спирит. В таланте на 10 уровне. Боевой такой был. Так. И Герокоптер внизу. Герокоптер будет играть через быстрый Аганим в этот раз. Видимо БКБ ему быстро не так нужно здесь. Ну, вообще спорно, да. Как бы контроля здесь все равно хватает. Тут все в контроле. Да. И БКБ явно было не лишним. Но, с другой стороны, чем наносить урон? Тут у нас Нонграда подставляется. Нонграда. Есть Тамба от Скрина. Надо ломать Тамбу и убивать всех. Тамбу. Так, Лакуна. Куб попадает. Вэлловисп от Котла. Подвоим. Бланник Лайт. Туда же Тамбу сломали. 125 голды заработали. Нонграду продолжают избивать. Нонграда погибает. Сюда врывается Фозе. Пытается съесть Астралу. Астралу забрали. Хорошо. Хорошо. Там по двоим. Ворованный от Рубика. Ой-ой-ой-ой-ой. Фисты успевают откинуть Зитракс. Еще один Реймант на ход. Но СЦК уже здесь, похоже, ничего не спасет. Да, СЦК погибает. Врывается Снайпер. Ассоциней залетает очень хорошо. Привязка очередная от Зитракса. Я слышу, где-то Шрапнель. Он снизу кидал. И Ассоциней как раз-таки залетал. Пока не входит у нас Миложил в игру. Он фармит, просто он прекрасно понимает, что... Он через Молнии играть будет, да. Да, в Молнии. Ну и Пика, наверное, потом. В Молнии и Пика смотрелось бы очень даже хорошо. Да, потеряли ЦХ, это, конечно, неприятно. Йоко очень хорошо отыграл. Да. Своровал стан, застанил двоих. Так вообще по-хорошему должны все были умирать. Ну и Ластиллер тоже подошел. Вот это тоже был огромный плюс. Если у Ластиллера не было, там в одну калитку просто драка прошло бы. Так, ну и Мидасик нужно прожимать. Там, я смотрю, не в кулдауне. Но Ластилл у Снайпера нужно жмакать. Он его прожал, хорошо. Вот они и Молнии уже появились. И Снайпер очень богатый. 8200 почти на Творс. Сильно начинает отрываться. Тут еще и стаки имеются. Которые сейчас это все зафармят, скорее всего, Снайпер, да, за счет Шарпной Эльки. Ну и дальше мы едем на Драгонлайнс. Ну и, соответственно, Пика. На одну баунти руну больше забирают прайсы последние. В свою пользу. Но ситуация в целом пока что нейтральная. Мы видим по золоту. График нуля. Туда-сюда прыгает. Меньше тысячи, меньше тысячи. Туда-сюда. Но все равно, опять же, это на руку... ЦК могут забрать сейчас с Трайм. Немига. ЦК. Возможно, будут даже сейв какие-то ТПшечки. Есть Фантазм. ЦК, получается, стан. Не успевает дотянуться до Шрайна. Да, конечно, урон здесь очень много. Слишком мягкий. Моментально его забрали. Прямо вот без шансов. В это время падает Таур на топе. Я забираю этого Немига, а конкретно Зитрекс. И коэффициент уже 5. Не в пользу команды Прайс. И 1.15 на Немигу. ЦК фармил. Он фармил в своем лесу. Но у тебя там нет Вижена. И ты там фармишь самая безопасная зона. И там на топе. Во вражеском лесу сейчас. Или вот здесь вот. Примерно. На втором месте, наверное, по безопасности. Да. Ну а снайпер там уже почти к 10 тысячам подобрался. Пламя Творс. И у него прям вот все супер хорошо. Он тут все крипов еще зафармил. Хорошо. Нормально. Неплохо. Подвалил. Толстый Пуш здесь. Толстый, да. Пуш со своей иллюзией пришел. И развел на Лагуну. Уже хорошо. Опять выход на ЦК. Рубик своровал что-то. Хаосболл своровал. Хорошо. Тиммейт надо оставить. Ой-ой-ой. Контроль от Астрала. Надо снайперу поаккуратнее встать где-нибудь подальше. Неплохой Вэлло Висп. И забирают. У нас Пуджа. В него спрятался у нас Ластилер. И, к сожалению, рейдж у него заканчивается и он погибает. Дальше нужно. Не нужно бояться. Сейчас снайпер всех расстреляет. Снайпер просто убьет всю команду. Там идет до конца скрин, проходят крякалки. И до свидания, скрин. Скрин погибает. Еще и микс гирокоптер. Да. Тут просто всех расстрелял один снайпер, до которого просто не добраться. Не, они где-то там на пару сделали. Если вот нам сейчас файт-старико покажут, они примерно по демиджу там очень хорошо. Да нет. Снайпер 4-8, почти 5 тысяч. Ну, понятное дело, что он сам наставленный. Молнии, молнии, хэдшот. И вот, 2700 тоже на втором месте. Да. Заметь, кто демиджа сколько нанес у команды Фрайс. Не так много все. В целом мы видим, что там Рубик неплохо раздамажился. Успел два хаусболта откинуть. Там фисты закинули. Дрифт, фейдболта. Да, но заработал. Заметь, сколько он XP за эту драку. Весь 600. Последний умирал из своей команды. Здесь он все собрал. Да, дай блинг. А какая разница? Все равно не тащило. Это правда. Ну, как? При должном фарме, может быть, тащил, но не здесь. Ну, ты не справишься со снайпером и Рубиком, правильно? Конечно. Опа. Так, помигали сразу, говорят. Там, скорее всего, вижен. Где-то здесь, да, вот. Примерно в этой зоне все должны его будут. Не донализовать здесь? Но нет. Там немножко другая ситуация. Там вижена нет. Там, если ты обратишь внимание, вард стоит вообще вот здесь около хайграунда. Но из-за того, что примерно знал, куда пойдет снайпер, на ход кидал как раз-таки нонград. И, возможно, сейчас будет в центре потрачен в пустую. Как больно сейчас было здесь Йоку. Но в пустую потрачен Йоку в миде. Моментально его стерли, да. На этапу нужно забирать. Там снайпер уже этим занимается. Аркейн Руна лежит внизу. Хороший скан. Сейчас могут еще нонграду найти. Да, врывается у нас Зитрекс. Ничего не боится. Идут вперед. Также здесь неподалеку ЦК. Пока что нонграду не видно. Нонград получил бладник лайт. Ушел. Спасла его ночь. Был бы день, конечно, умер бы здесь. Ну, Тавра в любом случае миде упадет. Не удастся его защитить никак. Как бы дальше не пошли сейчас. Да, Смог. Может скрин спалить. Неподалеку. Все под Вардом было. Но он скрин пока что не поставляет. Вот он встал в хорошей позиции. Все из Смога вышли. Да и, в принципе, так было предсказуемо, что вся команда, скорее всего, именно на нижнем треугольнике находится. Зитрекс, приятная урна. Арканку подбирает. Под ней, конечно, лучше где-то подраться. Но... Драку у нас ребята из Пресс не ищут. Так, Фоззи могут найти. Но Фоззи пока что не подставляется. Он и не улетает. Я так понимаю, хочет пачку крипов очередную забрать, чтобы заставить в очередной раз Немегу стянуться вниз. Зитрекс такой полностью магический раскаст. У нас еще Вейл у него. Ну и тоже Молнии как раз таки появятся. Мне кажется, нужно было, может быть, в какой-нибудь... Демош артефакта выходить, помочь. Хотя у тебя и так два демош дилера, у тебя и ЦК, и снайпер. ЦК, снайпер, как бы, сбалансировать неплохо. Учитывая, что у тебя еще Лина имеется в команде, которая даст, может, неплохой рассказ под Вейл. Почему бы и нет? Щит ворует здесь. Да, Рубика сейчас не привязала. Тут у нас тамба от скрина. Скрин прожимает ультимейт с ол рипом. Не так сильно пробивает астрала. Летит ракетка, страхует у нас Котл. Ой-ой-ой, как Хук не попадает. Где он пролетел-то? Не попадает. Зато двухсекундный стан попадает по скрину. Скрин себя захилил, но его это не спасает, потому что урона очень много. Но он Грата теперь нужно бежать. Но он Грату притягивает к себе ЦК, и Но он Грата тоже погибает. И Тамбу сейчас еще можно забрать. Еще плюс денежки, да. Еще 175 голды. Да, Хук, конечно, сейчас мог бы изменить ситуацию в пользу команды Прайс в последней драке, но, к сожалению, Пуш не дотянулся. Самую малость. И можно забирать Т2 на центральной линии. Вперед идет Зитрекс. Ооо, друг мой гирокоптер. Привет. Привязочка есть. Ассасинейт уже заряжается. БКБшки там не имеется, да. Два сейфтп. ЦК все это дело прочекал. Ультимейт от гирокоптера был потрачен. Выходит Фозе, вгрызается в ЦК. На себя сагрил пока что там, я смотрю, Зитрекс. Двух игроков команды Прайса. И просто делает ТП. О чем и говорилось. Ловить Эмберн Печем. Идл Тауэр тоже будет падать. Эмберн очень трудно ловить. Если он не ошибается, опять же, здесь только Рубит может как-то постараться это сделать, попытаться. Тауэр может быть динайд даже в миде. Ну, да, скорее всего, динайд. Я не уверен, динайд был он или нет. Да нет, вроде не динайд был еще. Да, еще не хватает немножко. В смысле динайд был? Разве? Ну, 10%. А, 178, а там 1900. А, ну да. Не хотят его просто добивать. Так, ну окей. Подуспокоилась игра. Одну секунду для привязочки берет Эмбер. Талантик левый. Ну и молнии совсем-совсем скоро появятся. Да, и снайпер петченков был. Блокенбард уже выходит. Он показывает. Пик уже есть. Как пик работает, показывает. Спасибо. Нормально. Спасибо, да. Давно не видели. Что, может быть, смок, да? Разбивают Немига. Отправляются вниз. Внизу должен, по идее, показаться сейчас был гирокоптер. За ним там уже в сопровождение выходит Зитрекс. Пытается его найти. Гирокоптер, беги. БКБ нет. Да, уже щелкаю. Молнии прилетели, да. Привязали гирочев, ВЛ накинули. Он заряжает ракетку ультимейт. Но его это не спасет. Фнайпер просто с миллионного рейнджа там расстрелял. Даже, по сути, не входя и в драку. Да, ультимейт не вязали. Коттл даже не стал. Да все правильно. Смысл там и так много урона. В итоге очень легкий фраг получился на гирокоптере. И его-то не будет целых 40 секунд. Можно забрать еще этот Т1 в миде. Так вот снайпер будет делать. Куда мы уже много. Лина. Это просто нечестно. Хочешь сделать прокастик? Что это такое вообще? Это снайпер. Стоишь и стреляешь себе. И пойди ты попробуй до него добраться. Это гном Элло. Да. Ну что, падает? Маленький да удаленький. Падает Т1. Защитить никак. Можно такими темпами до Т2 дойти. Сейчас нужно мидасик еще раз прожать. Скорее всего, мидас уже скоро, наверное, окупится даже. Если уже не окупился. У него быстро. Да, учитывая, что у него там талант как раз взят на кулдаун. Светка не хватает у нас тут до Блокенбара. У снайперов все прям очень отлично. Да, и все еще вопрос открыт, как добираться до этого снайпера. Ясно пока. Падает Т2. Не защищают никак прайс. Зитрекс тоже здесь уже в позиции. Т2 отдает. Хорошо. Это еще плюс денежки для команды Немига. Можно отступить на свою половину. Там запушена немножко верхняя линия. В теории можно и Т2 свое защитить. Но, видимо, что не хотят уходить Немига. Ждут, пока кто-то появится на линии. И подраться хотят. Немиге, наверное, надо просто мидл пойти. Если Тауэр не хотят динамить у нас ребята из Приз, просто его там дозабрать. Потому что эти 178 хп, они прям ждут. Забавная ситуация, что один треугольник фармит Немига, другой прайсы. Но эти треугольники находятся на территории оппонента, противоположной друг от друга. Это очень интересно. Ну что, в четвером здесь, в пятером должны находиться Немига. Ждут, пока кто-то появится на линии. Есть скан. Знают, что там кто-то стоит на хайграунде. Хотят. Хотят. Но нефрит понимает, что никого не видно на карте вообще. Ну, сейчас ЦК появится и он выйдет. Это специально. Это байт. Это байт телепорт называется. Пока не идет. Пока не идет. Вот, улетел. Защелкают. Они знают, что там находятся герои. Могут скрины щелкнуть. Сейчас. Вот скрин идет. Ну нет, его тоже. И он никого не нашел, и его здесь не нашли. Поставил вроде как вард. Да, в итоге обошлось без жертв. 2000 преимущества для команды Немига. Это достаточно много. Через буквально 40 секунд появятся очередные баунтируны. А Рубик сворвал где-то в Ultimate ЦК. Ну, на Рубике это не супер. Не самый полезный скилл, наверное, он сразу прожимает. Ну, правильно, наверное. Подфармить. Подфармить приятно всегда. Не самая полезная штука. Какой-нибудь стан был бы гораздо профильнее. Стан. Ну, я имею в виду ЦК. Виллу Фис бы своровать бы. Ну, ты знаешь, что-то. Ты раскатал, да, губы? Да, да. Еще, еще что своровать. Коэффициенты. Коэффициенты 85, да. С каждой минуты все меньше и меньше верят в победу Прайс в этой игре. Оно неудивительно. ЦК пошел вперед за Нонградой. Фози отсюда убегает. Есть как раз Радианс. Эмбер врывается. Там уже Реалити Риф кастуется. Есть двухсекундный стан. Фантазм пошел. И погибает Нонграда. Все падать будут. Там Даймбер тоже будет забирать. Прекрасно понимает, что он там. Фози заставили поражать Рейдж. Там баз стоит ее, пока никто не ломает. Скрин просто застрял. Его снайпер расстреливает с лоу-граунда. Там тоже сейчас сломают. 200 голды еще заработали. Очень легкие фраги получаются для ними и очередные. Единственный минус, что Крипы находятся под их Тир-2-таву. Да, не зайти на хай-граун. Не подкакшешь. Это правда. Ему нужно не отступать. Ну, как-то они застопорились вот на той территории. Да, они делают эти киллы. Да, это все неплохо, классно. Но все равно, как-то линии хочется отпушить. Опять же, ТВРА подзабрать и больше территории отвоевать. Ну вот на Рошана решили зайти. Блокенбар есть. Вот он. Да, БКБшечка свежая появилась у снайпера. Почему бы и нет? Вся команда рядом. Опять же, подраться в узком пространстве под хорошую Вэлло Висп, я думаю, не мига только рады. Почему бы и нет? Снайпер только главный хп не периодит. Потому что ему нужно жить. Так, вопрос в том, будут ли прайс драться здесь. Выходит Нонград, а Хуком попадает по ЦК. Правда, возможно, этому Хуку даже и герат сейчас. Потому что он погиб. Ультимейт был потрачен на гирокоптера. Ракетка залетает по ЦК. Ломается Вижен. Оступает Фоззи. Оступает Скрин. Скрин привязали. Ой-ой-ой, Скрин погиб. Очень быстро и без каких-либо проблем. Рейджа пока что нет. У Фоззи он просто крутится. Вот он только сейчас его прожимает. Как раз откатил. Но в любом случае, очень легкий минус 2. Рошан все еще не упал, но достаточно битый. И его, скорее всего, заберут. Имига. Потому что вариантов теперь побороться у прайс-каких как-то нет. Да. Рошан достанется, наверное, Зитрексу. Потому что все-таки в эпицентре замес. Да, да. Хотя и снайпер нет. Снайпер, наверное, забирает. Да. Чтобы не рисковать. Ну, если на верочку. С другой стороны, у тебя всегда снайперы. Ну, это стратегия любой команды со снайпером. У тебя... Вы подходите к хайграунду, слоу-граунду стреляет с снайпера. За его спиной стоит вся команда, его охраняет. Но Эмбер просто вперед идет. Вытанкует это все. Ну, Эмбер, с другой стороны, всегда есть Реминанд. И опция уйти с него. И поймать его крайне сложно. Эмбер трудно поймать. А тут все-таки хук есть. Да. Если он попадет в снайпера, то ты будешь второй. Ну, пока ситуация по хукам, конечно, такая себе. Я вообще не видел, что прям вот жесткий какой-нибудь хуканин залетал. Одном граде в этой игре. Да, и ситуацию по урону вы тоже видите на своих экранах. Забавно, что Рубик в топе у команды. Он не то, что в топе. Он топ-1 для команды. Да, по демеджу. Я вот к тому, что как-то не хватало. Но, опять же, со временем, если драки какие-то будут, Фойзи должен носить урон. Хотя бы за счет того, что у него Рейдинс работает. Там он будет драться. Тут Йоку, кстати, врывается на Дитракса. Вот через Телекинез попытка его забрать. А если там Реминанд? Нет, не было Реминанд. Там вся команда подходит. Вот команда пришла. Это лучше, чем Реминанд. Да, есть Вэл-О-Висп. Скрин идет вперед, получает привязку. И Йоку заталкивает обратно под ультимейт Котла. Минус 2 очередные отнимки. И они идут по нижней линии. Теперь уже с Крипами, с Аегисом, со Снайпером. И, скорее всего, дойдут до Хайграун. Целенаправленно, да, идут ломать эту сторону. С другой стороны, сильно пушится центральная линия. Но Т-2 вроде как там справляется. Сейчас плевать. Флоу, и Тауэр должен быть, по идее. Центральная линия пушится иллюзией Ластейлера. Тауэр пушит. Ну да, я говорю, что Тауэр фулловый должен справиться. Всегда можно глиф проложать, и камни в большом количестве туда скидают просто тебе всех этих крипов. Так, ну что ж. ЦК заходит вперед, ничего не боится. Включает армлет. С лограунда, как и предполагалось, сломает Т-3 просто Снайпер. Прожали глиф фортификации те и другие. Но крипы живут дольше, конечно, у Немиги. И Тауэр продолжает падать. Так, Брайс, возможно, как-то с фланга нападут под смоук. Давайте посмотрим. Под ветреный. Да, нужно хук какой-то хороший давать. Вот прям, не знаю, под рассказ Гирокоптера. Гирокоптер с БКБшкой даже должен быть в поединении Фрейда. Да, с БКБ, со свежим как раз. Посмотрим. Самое время драться. ЦК в позиции стоит. Но ЦК-то тоже не та цель, на которую хочется обрываться. Вот он, кстати, и снайпер. Снайпер начинает расстреливать Гирокоптера, Лагуна залетает. Гирокоптер прожимает БКБ на ЛОХП и погибает хук. Хук по снайперу тот самый. Ест его пока что Нонград, а снайпер прожал также БКБ. И, возможно, он Нонграду даже и убьет сейчас. Ну, там Аегис. Да, ну да, он убивает Нонграду, он даже без Аегиса с этим справляется. И все. На этом драка заканчивается. Форстаф, точнее, пика по Фозе. Рейдж закончится скоро. Фозе убегает, драться дальше не стал. На спине забрали Хаоса, забрали Лину. Ну, это какой-то уже плюс. Да, и был байбэк на Патрате. Потратили-то, забрали у них Т3 в любом случае. Это уже минус для команды Прайс. Тысячу голды. Еще заставили сделать байбэк на Нонграду. Отыгрывают по экспетам, где-то 4 тысячи еще в плюс уходят у нас, ребята, из Немеги. Ну, да, все эти драки, все в плюс, плюс, плюс. Да, и еще будет 2 минуты действовать Аегис. С ним можно, как вариант, навязаться в какую-нибудь еще одну драку. Как раз появится, закопается Лина. И мы видим, что снайпер уже несет себе МКБ. Да. Опять уже не помансить Лавстиллеру, потому что талант у него появляется на уворот только сейчас. А МКБ уже готово. Все идеально в тайминг. Здравствуйте. Да, дальше будет уже Сатаник. И пойди ты попробуй этого снайпера забери. Так, внизу. Внизу сейчас могут попробовать напасть на Фозе. Да. Там уже идет смещение Фозе. Пытается бежать. Рейд, штопаут. Рейд, штопаут. Нет возможности сбить как-то сквозь БКБ. Телепортацию, к сожалению. Но мы видели, я видел снайперов, которые башер себе собирали. Я бисолблайт собирали. Так что это не новость, так скажем. Но здесь, я думаю, необходимости такой, конечно, острой нет. И так справляются. И опять на нижнюю линию отправляется Немига. Да, сейчас будет попытка зайти уже с ультом Хаус Найта. Сейчас день будет. В общем, будет много Вижена. Вроде Немига хорошо должна сейчас зайти. Так, Аганим. Появляется еще для Эмбер Спирита. Рубик опять своровал Фисты. Смотрим. Фардит. Чужой лес. Выходит там иллюзия Ластилера. Попытка от Пуша. Ну, снайпер там моментально. Разделывается этим со всеми иллюзиями. Все под Пуша к Лайн. И заход на рампу будет. Да. Айгес есть. До Айгеса еще 30 секунд ровно. 30 секунд. В принципе, достаточно времени. Глифа там нет. Можно сломать барак. Может быть, даже два. Снайпер уже теперь точно можно идти вперед. Да, вот он заходит на хайграунд. Начинает ломать бараки. В это время есть перетяжка на базу. Сразу же туда Шрапнель. И туда врывается ЦК. Заставили БКБ поражать. Уже неплохо. Гирокоптер будет без блокинг-бара. В драке. Дает ультимейт. Падает первый барак. Немига отступают. Есть врыв. Фози в рейдже. Пытается съесть Фервина. Фервина грызут. Есть хороший Вэлло Висп. Фервин. Нужно его разбить. Вэлло Висп все еще работает. Вэлло Висп. Практически под фонтаном погибает гирокоптер. У него, конечно, имеется байбэк. В это время Йоку. Тут тоже в таверну. Тимвайп полноценно от Немиги. Ну, все, скорее всего, на этом. Не знаю, упадет линия. И можно идти в Т4, как вариант. Ну, Т4, либо... Либо на вторую сторону центральную, да, отступать и забрать ее. Вот геймвелплейт пишет. Да, да. И дисконнектность у нас там уже в Фози. Ну, слишком уверенная серия от Немиги. Это было очевидно, что, ну, парни реально, они как-то... Сильно переигрывают своего оппонента. Да, по личному скиллу, поисполняют. Да даже в миде было видно, снайпер... Начиная с драфта. В соло убивает гирокоптера первый раз. Да, потом была ответочка. Но в следующий раз снайпер снова его забрал в соло. И это было уже 2-0. И там уже потерялся немножко понотвор, даже не немножко, а серьезно, гирокоптер. По всем аспектам игры. Просто переиграли. Натопит ЦК себя более чем уверенно. Но, опять же, до сих пор неясно, для чего был взят зомби. Зомби по-хорошему на линии никак не напрягал ЦК. ЦК свой фарм имел. И, опять же, это за счет того, что не было ничего на ману. Я думаю, сейчас нам аналитики должны ответить, как приходить на андайнинги без маны вообще на лайн. Да, мы еще все обязательно расскажем. Друзья, для вас работали Смайл и Джем. Спасибо им за то, что прокомментировали на нас вторую Best of 3 серию, которая получилась примерно такой же по скорости игры, как и первая, которую мы сегодня смотрели. Вообще день короткий. И вот я не расстроен из-за этого, если честно. А я посмотрел еще одну карту между этими коллективами. Так, а что бы ты там ожидал увидеть, коль уж ты так фиазма преисполнил? В этом как бы и вся фишка, что ты посмотри на драфт первой серии, на драфт второй серии. Нас каждый раз пытаются удивить. То пуль, что Бристаллбек в легкую, ненужную и так далее. Третья была бы вообще, я думаю, просто как что-то прям сверхразумное. Это было бы здорово. Ты познаешь грани безумия. Ну да, да, нет. Плохого в этом было бы действительно мало. Слушайте, ну давайте, Иван, на более серьезный лад переведем наше обсуждение. Действительно ли все в этой игре решил снайпер в соло практически своим последним тыком? Как говорит Димон, подошел бы любой герой. Вот как. Ну вот, лайнап супер неприятный для герокоптера. Стоит гирич. То есть он может как-то напрягать снайпера, если он подойдет к нему вблизь. И тут уже вопрос к снайперу, хочет он подходить в ближний бой или нет. И если снайпер не подходит, то он герокоптера хорастит издалека второй билкой. Просто за счет того, что прокает. Потом он кидает в него шрапнейль. На шестом левеле он закидывает в него ассасинейт. А что может герокоптер? Он может зарядить ракетку. Ну мы видели, снайпер просто убивал еще деньги. получал. Он может нажать на барейч. Но если снайпер стоит сзади, то герокоптер ему ничего не делает. И в итоге такой лайнап, что снайпер может спокойно приносить себе три рейсбенда. И увеличивать урон, чтобы проще добивались крипы. А герокоптеру приходится носить себе какие-то фласки, тангусики, расходники. Чтобы каждый раз выдерживать натиск хораста снайпера. Здесь у снайпера была шикарнейшая линия. Я не лажу. Это он. Это только линия. С другом, Митяй. Конечно. Да, потом, как бы, вот я в конце аналитики сказал, что только хук в снайпера может выиграть игру. И хука в снайпера не было. Был хук там в Хаус Снайта, в Лину, в Эмпу Стиллера. Это, да, но хука в снайпера не было. И ситуация как бы смешная, но он просто стоит сзади и убивает всех. Потому что у него топовый нетворс, он выдает больше всего урона. И даже если Немига, как бы, потеряет четырех героев, снайпер математически убивает прайс гейминг. Причем там он бьет пятерых героев. Если бы еще пять героев подбежал, он бы еще и следующих пятерых убил. Вполне вероятно, действительно, такой сильный. Круто получилось именно добрать и Хаус Снайта, получается, и Эмбер Спирита. То есть два героя, которые достаточно мощные, чтобы никого к снайперу не пустить. И достаточно толстые, чтобы не пустить, собственно, еще разочек к снайперу. Хаус Снайт, прям вот они хорошо им размансили. Они его взяли, как только увидели какие-то там напряги по ОЕ. Просто отправили Хаус Снайта на троечку, как на самом деле почему-то многие команды так не делают. И взяли ему хорошую четверку, которая его так прям запротектит на линии, за счет чего Хаус Снайта тоже получил хороший старт. И он взял там энное количество ХП и после этого превратился в отличного фронтленера. Как раз вот Лина, она решила вопрос одновременно и с Андейнгом, и с Найксом на линии. Да, и вот, наверное, последняя попытка пройти с геймингом, выйти куда-то что-то сделать. Снова вырываются, поднимают кого угодно. Даже Хук Снайпер все-таки был димом. Ну, это в конце уже. Да, да, да. То есть дальше уже, как бы, не имеет смысла. Концерт, просто я хотелось подвести к тому, что в этой драке, Димон, все остальные тиммейты подходили с другой стороны, и он подвинул его от них. Да, и к тому, что вот Снайпер от момента уже, как бы, находился в такой кондиции, что он говорит, спасибо, что ты меня Хукнул. У меня Егис, как бы, мне все равно. Это было в единственном моменте. Да, но, опять же, он забрал Снайпера от всей своей команды, когда он забегал Игирч и Ластилер и все прочее. Забавно, что он не был со своей командой в этот момент, когда... Это так, это так. Ну, короче говоря, странное решение, странные действия, по итогу привели к тому, что Снайпер всех расстрелял. Потому что попытка номер два тоже выйдет из новозблачины, это, конечно, интересно, но Снайпер даже не стал париться, что-то нажимать, он просто стоит и стреляет. Причем, опять же, Пуджу очень неприятно играть, когда в твоей команде зомби, потому что в любой файт он ставит свою дамбу, и ты не можешь нормально Хукнуть из-за зомби. И вот эти такие коры, как Найкс и Гирокоптер, в принципе, если они когда-то до Снайпера доберутся, то в ближнем бою, да, у них будет шанс, но здесь перед Снайпером и Эмбер Спирит, который вяжет, и Хаус Снайт, и Кипера Зелайт может и оттолкнуть, и поставить Виллу Висп. И, учитывая, что еще у Найкса была трудная линия, здесь просто, ну, как бы, до него не добраться. Просто ни один герой до него не добирается никак. Ты просто смотришь на эти цифры по урону. Да, на памяти самый большой разрыв за последний месяц, который мы видели вообще. То есть, и можно понять, что там, типа, и толстенький Пудж, и Лавс Сидер, то есть, у них много здоровья и так далее, но можешь то же самое сказать и про того же Хаус Снайта, и получаешь, что ребят сразу просто не били. И вот очень не хватает, знаешь, этой сейчас таргетной картинки с персонажами и их уроном по отдельности, а не командным. Ну, такая появится уже? Да, 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 сейчас. А, нет? Я просто не знаю. Просто вроде как на паримощеге у нас этого не штукуется. А, да, 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 все правильно. Я просто, ну вот, смотри, киллы. Но киллы не урон. Увидим, увидим там, какие дальше у нас, какая дальше у нас будет. Ты можешь по-быстрому найти этот баф и посмотреть. Ну, просто у меня есть подозрение, что оно еще не прогрузилось. Не пропарсилось? Ну, посмотри на этом, на трекдоте. У меня есть подозрение, что там мало и много, вот. Да, окей. У одной команды мало, другу и много. Несен урон зомби. Урон зомби, хорошо, без проблем. Восемь тысяч и восемьсот. Ну, ладно, не так и плохо, на самом деле. Да. Ну, на три тысячи больше, чем пуш, и настолько же меньше, чем гирокоптер. На три тысячи больше, чем пуш, все. Найдена проблема. Это все он. Двенадцать смертей. Много динаев из них. Да, да. Но это не помогло. Но это в топ-5. Топ-5, да. А нам топ-5 с конца, интересно. Именно так. Ну, да, у Леши не задалась его игра. Спасибо, что поиграл за команду Price Gaming. Надеюсь, в следующий раз вернется фаник. Это было куда интереснее, смотреть на его пужа. Куда забавнее. Ну, заметьте, не я это сказал. Ну, ладно. В общем, собственно, да, статистика. Это была последняя карта, друзья, которую мы с вами сегодня смотрим. Денек короткий вывался достаточно. Еще завтра, второго числа, третьего числа. Завтра, да. Много доты. Потом будет небольшой перерыв как раз для того, чтобы 2 ноября возобновить просмотр. Собственно, я думаю, что сейчас после этой статистики мы заодно еще взглянем на актуальные результаты в группах. Собственно, две игры мы сегодня с вами посмотрели. Команда Spirit поднялась благодаря сегодняшней победе. Команда NEMCO Gaming аналогична. Price Gaming и Gentleman делят две нижние строчки таблицы. Но для джентльменов это только лишь первая игра в рамках первого сезона париматч-лиги. Сами понимаете, в чем дело. Я уже неоднократно это упоминал. В общем, им еще много игр предстоит сыграть. Вполне возможно, что свое положение они исправят. А вот что касается Price, то тут действительно все грустно. В общем, вот такая история, друзья. Заходите на сайт dota2.ru.gg и обсуждайте там игры, которые мы сегодня с вами посмотрели. И также можете обсудить матчи, которые нам предстоит. Лишь только с вами смотреть, а таких игр еще будет очень много. Собственно, для вас работали Meeting Made Feeling и Dmitry Light of Heaven Куприянов. Вот там в бэкстейже для вас работали сотрудники студии RUHUB. Меня зовут Дмитрий от InMyHouse Крупнов. И напоминаю вам напоследок, друзья, что париматч на этом турнире дарит вам бонус. А что за бонус? Бонус к первому депозиту 100%. Кликайте на баннер и читайте описание этого бонуса. И также в рамках турнира париматч League Season 1 проводится конкурс от наших партнеров париматч. Информацию вы сможете найти там же, кликнув на баннер под нашей трансляцией. Все, друзья, всем до встречи. Продолжение следует...